всем привет ребята вы на канале тыковка tv и сегодня мы все снимаем новое видео про драконов а именно видео будет называться как драконы отмечали пасху ну что полетели привет привет как дела нормально а ты знаешь какой сегодня день да сегодня пасха я знаю да его будем есть пасхальный кулич и яйца я сомневаюсь что мы это будем есть потому что как бы мы драконы ну как говорится драконов свои правила у людей свои правила но можно по крайней мере выпросить у наших хороших 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 людей что-нибудь пожрать нормально ты вообще так относится к праздникам ну да ну блин ну что вообще-то как бы праздник не состоит в том чтобы мы ели да я знаю что что это за праздник и он очень важный вот именно но по поводу тому что нам что-то надо поесть это да нам надо подготовиться а то у нас даже как-то чё-то пустенькое поэтому я согласна давай позовем всех и скажем что надо подготовиться а то как то мы все не знаю забыли или как-то всем лень ну да давай ты будь здесь а я щас включу и все узнаю астрид привет привет икинг ты знаешь что сегодня за день ну конечно как бы не знает только тот кто просить и вообще не живет так скажем ну да я думаю ты поняла про какой праздник да ты говоришь про пасху я поняла кстати у нас как-то вообще нету никаких я бы тебе сказал астрид даже угощение и друг нам кто-нибудь придет но это логично с одной стороны пойдем тогда позовем наших драконов и что-то купим и будем отмечать этот праздник я кого-то слышу а дневная фурия свет на их глаз привет что ты видеть тут делаешь привет хороший привет до то то что 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 произошло ты хочешь сказать что у нас ничего не подготовлено ну я знаю и мы сейчас безубиком и И с Астридом, с Карнгельдой все пойдем сейчас покупать там пасхальный кулич, там все такое. Поэтому не волнуйся. Да, и ты, мне кажется, немножко свалила. Все хорошо. Ну ладно, понял, понял. Так, сейчас беззубик. Беззубик. О, прилетел мой хороший дракон. Ну что, привет, да, да, да. Да, беззубик, да. Знаешь, какой сегодня праздник? Молодец, сегодня Пасха. И мы поедем, да, к с кем? Мы поедем, да, с тобой, мой хороший, да, да. С тобой мы поедем сто, сто, да, покупать угощение. Так, ну, ладно, 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 так. Я думаю, мы никого не забыли, Карнгельда, пусть земные фури подождут, а мы полетим. Эй, кстати, Икинг, я тебе еще хочу кое-что сказать, кого мы забыли. Кого? Сейчас. Мальчик, иди сюда. Что это было? Да, мой мальчик, у тебя же беззубик два дракона, дневная фурия и беззубик Икинг. Икинг, у тебя же два дракона беззубик и единая фурия, короче, у тебя два. А у меня один, но теперь у меня два, да, мы хорошие. Ты смогла приручить его? Ну, легче лег, он же добрый. Ладно. Я сомневаюсь. Ну, мы поняли. Так, беззубик. Сейчас полетели с тобой, купим всякие угощения. Кстати, а где Карнгельда? Девочка. Девочка. Привет, моя хорошая. Да, мы с девочкой готовы. Ну, хорошо, дневная фурия, смертохват. Я думаю, вам лучше остаться. Ну, хорошо, все. Мы тогда полетели. Скоро вернемся. Так, мы полетели. Беззубик, Вер. Карнгельда, Вер. Когда же они уже прилетят? Ты меня спрашиваешь? Я сама не знаю. Кстати, хотел обсудить. Вы не хотели бы с беззубиком... Ну, как бы пожениться вы же еще не до конца. Муж и жена. Да, как раз я хотела сказать, что у нас скоро будет свадьба. Которую я зову тебя и Карнгельду. Правда? Да, она будет... Карнгельда будет, как говорится, подружкой невесты. О, прикольно. Да. Я думаю, что потом, скорее всего, мы с Карнгельдой поженимся. О, прикольно. А, пока что мы с ней просто так схожем пара. Ну, мы с Беззубиком тоже, ну, так скажем, уже как бы к свадьбе готовимся. Она будет, скорее всего, летом. О, прикольно. Да. Спустя один час. А-а-а-а. А-а-а. Фу. Фу. А-а-а. А-а-а. Фу. Фу. Ой, еле долетит. И яйца упала. Фу. Фуф. Понимаете, в магазине просто всё-всё-всё разобрали. Вот, мы привезли драконьи яйца. Мы узнали, короче, никаких вот, так скажем, куличей для драконов не существует. Поэтому мы вам купили киндер-сюрпризы. И, как бы, каждой парочке по киндер-сюрпризу. Лизу, логично. Да? Ну, что ты так говоришь? Это же логично. Ну, хорошо, всё, понял, понял, понял. Вот, зато, киндер-сюрпризы нравится. Да, мои девочки всё нравится. Ну, хорошо, мы вас тогда оставим, а сами пойдём есть кулич. Поэтому вы тут отдыхаете, как бы, едите киндер-сюрприз, а мы тогда пойдём. Потому что вам, как говорится, наше нельзя. Да, всё, давайте, пока, безумик, всё, пока. Да, пока, девочка, пока, мой хороший смертно-хват. Так, ребята, как будем киндер-сюрпризы делить? Просто, чтобы никто не поссорился. Ведь упаковки-то разные. Ну, мне кажется, ты, конечно, не обижайся, Крингильда, мне нужен розовенький. Потому что тут нарисована, так скажем, блондинка. А кто я? Ты не блондинка. Ну, можно сказать, что ты блондинка, в принципе. Ну, а тут нарисована брюнетка, поэтому я у себя беру, уточни нам. Мне нравятся больше брюнетки. Ну, понятное дело. А мне, наоборот, блондинки. Ну, вот, всё, всё поделить. Давайте посмотрим, у кого первого, как бы. Может, у тебя без убег, ты же, как бы, король. Ну, давайте всё разрешить традиционный способ. Считалочка. Энники, бэнники, хели. Вареники. Ну, давайте первые мы. Так, сейчас. Так, сейчас открою его. И кто же нам попался? Мне уже интересно. Это, наверное, какая-то Барби. Ого, кто это? Мне уже интересно. Так, давайте-ка аккуратненько уберём. А то шоколад может растаять. Ну, потому что под такой температурой, простите, в апреле, что аж там непонятно сколько градусов, даже летом так не бывает, то всё тает. Ух ты, нам попалась девочка какая-то. Сейчас посмотрим, какая. Без убег, мы стали счастливы. Нам попалась какая-то девочка. Логично. Так, это Барби, на самом деле. Так, что это? Господи. Мне этого не понять. Но сейчас пойму. Так, давайте лучше посмотрим, что это за куколка Барби. Нам попалась. Так, сейчас. Так, вот. Как я поняла, это... Это какая-то девочка, которая связана с химией, там. Ну, короче, что-то типа учёный, как я поняла. Я просто с этим, как бы, очень плохо вот это всё понимала. Вот у неё... Я не знаю, что это. Это похоже на, знаете, формуле... ДНК, вроде, если не ошибаюсь. Я просто не знаю вообще, что это такое. Так, как бы, да, тут надо что-то вот смотреть, что ли, каким-то... образом. Я не знаю, ребята. Я в этом не разбираюсь. Так, дайте посмотрим. Так, ага, ага, ага. А, тут типа... Всё понятно. Тут надо найти три таких, три таких и три таких. Всё понятно. Ой, не могу. Это сложно. Ну, у меня, по крайней мере, что-то ничего не получается. Мне редко, что, типа, увеличительное стекло. Просто я, как бы, такой, знаете, человек, который не очень в этом разбирается. Ну, а, кстати, прикольная штука. Мне нравится. Как бы, вот эти вот пузырьки. И их надо вот как-то, как-то искать, как-то с помощью вот этой... Или, как бы, увеличить, так скажем, с помощью этой лупы. Ну, в принципе, прикольная такая штука. Такая вот девочка с колбой. Так, это, кстати... Кстати, вот она брюнетка, так скажем. Поэтому нам попалась брюнетка. Странно. Ну, ладно. Давайте посмотрим, кто нам попался. Так, давайте я клычком всё сниму. А я помогу открыть. И кто же нам попадётся? Кстати, это тоже, как и прям парни, тут должно попасть, потому что яйцо, оно это... Оранжевое такое. Вау! Вау, это... Кстати, я сейчас, сейчас... Чтобы было видно. Ой, я вижу там... Кисю, кисю, обожаю кисю. Кисю, обожаю кисю. Всё, что Катя могла сказать. Так. Надо посмотреть, что это такое. Я что-то пока что не понимаю. Так. Давайте я сделаю, чтобы всем было видно. Так, это... Какая-то вещь. Ну, понятно, что это какая-то вещь. Так. Дальше давайте. Вот девочка. Барби, конечно, это кто-то ещё. Ну, не кто же ещё. Так, вот она. Она... Такая... Тоже, кстати, брюнетка получается. Так. А как её ставить? Вот тут уже начинается... А, не, она просто... Всё, я, кажется... Я поняла, ребята, я врубилась. Так, сейчас мы поставим её. Тихо, спокойно. Так. И давайте теперь возьмём инструкцию. Ну, вот, вот эта вот инструкция. Кстати, подождите. Что? В кое-что вот эта бумага? То есть, она, знаете, она как... Какая-то более чем бумажная, чем вот... Я не могу это объяснить. Тут просто такая, как бумажка. Она такая приятная. Тут прям вот подозрительным. Ну, хорошо. Так, ну, вот нам попалась вот эта вот. Вот эта вот, смотрите, вот эта вот девочка. А в тот раз нам попалась вот эта девочка. Так. Ну, хорошо. Смотрите, нам нужно вот эту штучку поставить вот сюда. Вот видите, вот сюда вот. И ей наклеить вот этот, как и прям график. Всё, хорошо, всё понятно. Сейчас всё сделаем. Так, ребятки, я уже разбралась. Всё это вот так вот делается. Вот видите, у меня круче попался. У меня кошечка. Ну и что? У нас... У нас... У нас, короче, девка научная. Что я могла ещё сказать? Но это всё в нашу общую коллекцию. Мы решили, что не только Дненая Фури будет как бы собирать вот этих вот Барби, а все вместе. То есть, это Дненая Фури и Крангильда будут собирать Барби. Я, честно, сама Барби не люблю. И не разбираюсь с ней просто. Так. Нам попалась вот такая вот девочка. У неё тут такой список, его надо было наклеивать. Я поначалу, честно, ребят, хочу сказать, наклейки не нашла, но потом я их где-то нашла уже. Так, а вот этот списочек, он тут, ну, как я поняла, как это вспомогалочки или что-то типа того. Ещё одновременно это вот так вот, ну, мы это убираем, и вот так вот можно вешать, и это типа... Я забыла, как это называется. Ой. Такая штука, знаете, вот надежду можно так помесить. Я забыла, что это такое. И тут значок Барби. О, значок Барби. Всё. Вспомнила. Так, в итоге нам попалась вот такая прикольная девочка, так скажем, и не знаю, кто она, ну, девочка занимающая, любит которой заниматься наукой, и девочка, которая ветеринар, как я поняла, так как она с кошечкой. И, кстати, ребят, я вас хочу попросить проголосовать, кто вам больше всего из вот этих вот двух понравился. Я сейчас вам скажу их, так скажем, номера, и вы проголосуйте. Так, вот эти обе девочки мне не очень понравились. Скажу вам честно, я вот эту очень сильно хотела, которая с кошечкой, но, скажу вам сразу, мне они очень обе нравятся. И у меня уже в коллекции их несколько. И вот у меня есть список, где уже отмечены, какие у меня есть. У меня есть вот эти вот три, и вот эти вот две. Мне осталось всего тогда полной коллекции всего три. Попробуем их собрать. Так, смотрите, вот эта девочка, которая у нас такая, так скажем, любительница науки, ну, ученая, она у нас номер один. И номер два, это ветеринарша, как я поняла, с кошечкой. Мне понравилось, ну, так больше. Номер два. Я просто очень животных люблю. И, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и смотрите наше видео. Всем пока! Пока! Пока!